Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как молиться бизнесменам об успехе в бизнесе. Ну, в принципе, если мы вспомним родной русский язык, то вспомним, что бизнесмен — это деловой человек, а бизнес — это дело по-русски. То есть любое дело, не связанное только с предпринимательством, не связанное с работой самого на себя, а не на работодателя, — это дело, которое мы должны посвящать Богу. Адам, когда его Господь изгнал из рая, он сказал, трудись в пути лица. И трудиться нужно действительно каждому. Но вопрос тут даже не о том, как вести свой бизнес, а именно как молиться об успехе в нем. И вот здесь уместно будет открыть Евангелие Теана, 15 главу, и прочитать несколько стихов, а именно с 5 по 8 стих. Смотрим. «Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем. Тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Пока небольшую паузу сделаем, Господь говорит отнюдь не про бизнес, не про земное. Господь возвышенной вести, Господь лоза. По нам из этой лозы в ветви поступает сок, вот эта кровь Христова, которой мы приобщаемся, тело и кровь Христова. Но здесь говорится о том, что мы приносим много плода. Читаем дальше. «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветви, и засохнет. Такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелайте, просите, и будет вам». Тут уже Господь показывает, что в принципе любому человеку, и бизнесмену, и небизнесмену, для того, чтобы получить просимое, надо пребывать с цол Христом. Тут лирическое отступление, что можно просить и у сатаны, и князь мира сего, который хоть как по словам спасителя, низвернул с небес и упал как молния, и все равно он продолжает, согласно пророчеству, данным Богом при изгнании из рая Еве, что будет семя жены наступать на голову змеи, а змеи будет жалеть в пяту. Поэтому князь мира сего ползает, и в принципе он может и здесь, пребывающим не во Христе, а пребывающим во власти, змеи во власти, сатаны, тоже успех подавать в различных земных делах, но и в бизнесе. Но если ты православный христианин, то тебе уже чуть-чуть сложнее на земле, потому что ты успех этот должен совмещать с пребыванием не в сатане, а с пребыванием в Христе. Ну и дочитываем, вот после получив это обещание, что обязательно будет послано то, что ты попросил. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Вот как мы и в пятом стихе, так и в восьмом много плода принесете. Конечно, плод духовный, говорится, но пока мы находимся в теле, пока наша душа с телом не расстелилась, что происходит в момент смерти, мы Богу приносим не только духовный плод, мы приносим плод своих рук, мы приносим свой труд, и бизнесмен тоже приносит свой труд, какую-то пользу, что-то он что производит, что какие-то он обеспечивает торговые операции, какие-то услуги оказывает. Все это действительно многий плод, и в весь этот плод надо совмещать вторая часть фразы «будьте моими учениками». Поэтому если резюмировать вот этот сложный, каждый стих здесь можно разбирать и говорить о его духовном смысле, но вот под этот узкий вопрос практически деловые люди спрашивают, что батюшка, как-то ты там говоришь. Вот дай нам простой ответ, какую-нибудь молитву, заклинание. Заклинание не поможет. Можно молиться любой молитвой, из молитвослова, своими словами, и Господь будет посылать успех в бизнесе, если ты будешь в нем, если ты будешь учеником Христа, если ты будешь пребывать во Христе, то все, что ты будешь делать, и Господь видит, ты делаешь что-то, организуешь что-то, торгуешь, производишь, что ты зарабатываешь на этом деньги, но польза от этого есть, что это ты плод приносишь Богу. Плод приносит Богу не в смысле, что даже с доходов кому-то помогаешь, а даже само по себе твое занятие служит Богу. Если ты это делаешь и идешь не по пути проигрыша, по пути сатаны, который все равно в Ааде окажется, а по пути победы, по пути Христа, более сложным, потому что Господь говорит, широк путь, где угоден с власти творить. А вот этот узкий путь ко Христу, узкий в Царстве Небесной, который нудится, который берется силой, он только для избранных, которые могут и здесь, принося пользу Богу, получать вот этот успех, поддержку в бизнесе, приносить множество плодов, в том числе там даже, возможно, в денежных знаках исчисляемые, которые там часть из этих денежных знаков и себе там достанется, и семье, ну и там и нуждающимся, и на храм Божь может быть пожертвовано. Но при этом, как Господь говорит, что толку, если ты весь мир приобряешь, а душу свою погубишь, но нет, ты христианин, и ты пребываешь во Христе, и поэтому ты плод приносишь во имя Христово, плод своего бизнеса, и Господь слышит твою молитву. И как Он пообещал в Евангелии от Иоанна, все, что попросите, обязательно исполните.